Привет, ребята! Сегодня нас ждёт задание номер 13. Традиционно оно считается самым сложным, но я надеюсь, что после нашего объяснения всё будет в порядке. Так что, поехали! Задание номер 13 посвящено типам подчинения в сложно подчинённых предложениях. Сразу хочу обратить ваше внимание на такую важную вещь. Типы подчинения возникают только в сложно подчинённом предложении, где есть два и больше предаточных предложений. Поэтому вы сразу можете в начале задания сделать выборку и отметить только те предложения, которые соответствуют этому условию. Все остальные вам не подойдут априори. Теперь разбираемся, какие же бывают эти типы подчинения. Подчинение однородное. Это значит, что мы один и тот же вопрос задаём от главного предложения к предаточным. Савелий знал, что в холодильнике есть сыр и что он должен достаться только ему. Савелий знал о чём, что в холодильнике есть сыр. Савелий знал о чём, что он должен достаться только ему. Обратите внимание, вопрос один и тот же задаётся от главного предложения. Что важно? Запятой между предаточными нет, если есть союз «и». Пусть вас это не смущает. И ещё такой важный момент. Может не быть второго союза. То есть второе «что» может опускаться, потому что оно и так понятно по смыслу. Но это всё равно будет однородное подчинение. Как проверить, вы легко можете его доставить. Допустим, хомяк обидится, если вы не поиграете с ним, и никто не угостит его зефиркой. На первый взгляд здесь всего один союз «если». Но если вы посмотрите, вы увидите, что второе – это тоже однородное подчинение, просто союз пропущен. Хомяк обидится, если вы не поиграете с ним, и если никто не угостит его зефиркой. Это однородное подчинение. Также бывает подчинение параллельное. Или неоднородное, его ещё называют. Когда от главного предложения к предаточным задаём разные вопросы. Когда Савелий сердится, всем ясно, что лучше его не трогать. Находим главное предложение «всем ясно». Всем ясно, что лучше его не трогать. Всем ясно, когда, в каком случае, когда Савелий сердится. Вопросы разные, но оба от главного. Обратите внимание, что располагаться они могут совсем не так, как я сейчас их расположила. Дело не в том, где какое предложение стоит, а в том, как задаются вопросы и какие они. Последовательное подчинение – вопросы идут по цепочке. От главного к предаточному, от предаточного ко второму предаточному. Или к третьему, их может быть даже больше, чем два. Мышь Зинаида убеждена, что не существует сыра, в котором бы не было дырок. Мышь Зинаида убеждена в чём? Что не существует сыра. Сыра какого? В котором бы не было дырок. Обычно это самый простой тип подчинения, он легко находится и выделяется. Теперь давайте рассмотрим эти типы подчинения на конкретных примерах из банка ФИПИ. Среди предложений 5-10 найдите сложное предложение с однородным подчинением предаточных. Однородное, значит, к двум предаточным предложениям задается один и тот же вопрос. Союз, скорее всего, будет один и тот же. А также, может быть, второй союз пропущен. Должно быть не менее трёх грамматических основ. Из-за должно быть сложно подчинённое предложение. Если вы видите предложение, где у вас есть меньше трёх грамматических основ, вы можете его даже не рассматривать. Допустим, это шестое. Это вообще простое. Голос обновлял и наполнял. Вот так. Где у нас ещё? Можно исключить восьмое. Здесь всего две основы. Дыхание долетало и ветер пахнёт. Восьмое тоже убираем. Остальные давайте анализировать. Самые простые слова, когда она их произносила, менялись в своём значении. Открываем квадратную скобку. Началось предложение не предаточное, а главное. Вот предаточное, когда она их произносила. Менялись в значении. Закрылось. Здесь казалось, что слышишь в первый раз. Подходит? Нет. Хотя здесь и больше трёх грамматических основ. Смотрите. Здесь нет никакого подчинения. Однородного тем более. Здесь просто каждая предаточная связана со своим главным предложением. Слова менялись когда, когда она их произносила. Казалось, что, что вообще слышишь. Оно на мне подходит. Седьмое давайте посмотрим. Я услышал голос Наили и представил её себе. Дальше, смотрите, идёт ряд тоже предложений. Волосы должны быть тёмными. Глаза должны быть с угольками. Губы чуть припухшие. Нам это не подходит, потому что здесь нет ни одного подчинительного союза. Это несложно подчинённое предложение. Восьмое мы с вами уже убрали, потому что слишком мало грамматических основ. Девятое, смотрите, когда, вот круглая скобка, когда умолкал голос, я боялся, главное предложение, я боялся чего, что он не зазвучит снова. Вот это предложение очень похоже на то, которое бы нам могло подойти. Но, смотрите, как задаются вопросы. Я боялся когда, когда голос умолкал. Я боялся чего, что он не зазвучит снова. Разве это однородное подчинение? Нет. Это параллельное подчинение или неоднородное. Получается, нам подойдёт только десятое. Давайте это проверим. Может быть, мы какие-то ошиблись. Мне хотелось. Мне хотелось чего? Чтобы он звучал вечно. Закрылась круглая скобка. А вот, смотрите, вот и второе предложение с пропущенным союзом. И чтобы подразумевается чтобы. Чтобы никто, кроме меня, его не слышал бы. Мне хотелось чего? Чтобы он звучал вечно. Мне хотелось чего? Чтобы никто, кроме меня, его не слышал. В ответ мы выносим предложение номер десять. Сразу говорю, это довольно сложный случай. Чаще всего бывает полегче. Теперь как раз наша задача найти в том, чтобы найти неоднородное или параллельное подчинение поддаточных. Снова убираем те предложения, где есть меньше трёх грамматических основ. Двенадцатая. Двенадцатая. Тринадцатая. И даже четырнадцатая. Смотрите. Я уезжал, я уезжал. Всего две основы. и шестнадцатое. Они возвращались, мы возвращаемся. Смотрите. Даже просто методом исключения мы получаем пятнадцатое предложение. И так бывает очень часто. То есть даже если вы вдруг запутались и забыли, то вы можете исключить все те предложения, где меньше трех грамматических основ, и, возможно, у вас останется всего один правильный ответ. Давайте проверим. Ну и тот, открылась квадратная скобка, кто? Кто возвращался после разлуки? Продолжается продолжать. Но и тот не испытывал тогда того, чего того? Что мы испытываем сейчас? Как у нас вопросы задаются? Давайте попробуем посмотреть. Тот кто? Кто возвращался? Не испытывал чего? Что мы испытываем? Оба вопроса задаются от главного предложения. Но вопросы разные. И это неоднородное подчинение. Мы в ответ можем смело вынести предложение номер 15. Ну и, наконец, последовательное подчинение. То же самое. Убираем все те предложения, в которых меньше трех грамматических основ. Продолжения с прямой речью тоже можете сразу убирать. Они нам сюда не подойдут. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61. И у нас опять осталось всего одно предложение, которое нам может подойти. Ну, давайте проверим. Он делал вид. Он делал вид какой? Что кричит на мальчишек? На мальчишек каких? Которые тихонько пробрались в театральный двор. Вот и получается цепочка из вопросов, что и характерно для последовательного подчинения предаточной. И в ответ мы записываем предложение номер 60. Итак, подводим итоги. Для того, чтобы выполнить задание номер 13, вам необходимо выучить все три типа подчинительной связи в сложном подчиненном предложении. Пожалуйста, запомните это. Повторите и обязательно потренируйтесь. Для этого переходите по ссылке ниже. Там будет тест для закрепления материала. И только после того, как вы его выполните, вы сможете посмотреть следующий вручок. Удачи! До встречи на следующем занятии. Субтитры создавал DimaTorzok